Я уеду жить в Лондон Мне на слабу ты снился Но проблема одна В направлении то Мы с Москвы не катали Идут поезда Я уеду жить в Лондон Ребята, всем привет! У меня сегодня гость на канале Вова Oxford Inside Вова рассказывает про учёбу Мы на самом деле с ним делали уже видео И мы сегодня поговорим На мою любимую тему Которая меня очень интересовала Наверное, начиная с 2004 года Когда я первый раз в Англию приехала Как вообще люди приезжают в Англию Вы знаете, что с недавних пор Например, студенты, которые закончили Британский университет Им не дают там визу рабочую Которые закончили магистратуру Или бакалавр Но как-то всё-таки наших людей Всё равно, ладно, немного Мне интересно, это остатки предыдущей миграции Либо какие вот, расскажи, способы переехать в Великобританию Основные, вот твоих друзей каких-то Кто сейчас как приезжает? Ну, большинство людей приезжают работать То есть, если вы хороший квалифицированный персонал То у вас не составит проблема получить просто работу в Англии Вы получаете контракт И благодаря этому контракту Ты посылаешь резюме и тебя берут? Ну, там, скорее всего, будет какое-то собеседование Ну, то есть, как получить работу Это зависит от специфики бизнеса и от многого Но реально такое происходит? Большинство людей, которые здесь оказались Они приехали по рабочей визе Которая называется Tier Tool Скажем, еще частенько бывает Что, скажем, фирмы переводят людей Из своего офиса в России Вот сюда, в свой офис в Англии То есть Да, то есть С программистами это часто бывает И, опять же, вот им делают Tier Tool Если он называется Ее дают на время вашего контракта Если контракт не ограниченный по срокам То ее дают не больше, чем на три года Большинство людей приезжают вот так По рабочей визе Многие люди приезжают сюда по визе супруга Как вы понимаете, что Если рабочий человек сюда приезжает И он уже там замужем или женат То он привозит с собой супругу, супруга И они получают точно такую же визу, как и он И имеют право работать даже по этой визе Вот Потом Ну, то есть, бывает, что женятся на гражданах Евросоюза Приезжают Ну, это, скажем, встречается не часто Наверное, вот второй популярности Причиной приезда является обучение То есть, человек получает студенческую визу Ну, как я там уже где-то озвучивал в своих видео То есть, в Англии все образование является платным За исключением, там, аспирантуру И в некоторых случаях магистратуры Поэтому, вот, если вы хотите получить начальное образование Высшее бакалавра или в школе Это все стоит достаточно дорого И никаких иммиграционных преимуществ Да, он получил образование И тебе сказали до свидания Или ты можешь позаботиться заранее и найти работу все-таки Сразу стоит заметить, что студент в постуденческой визе Может работать 20 часов в неделю А, может? Да, подрабатывать Помимо этого, во время каникул По-моему, вообще-то ограничение снимается То есть, человек может full-time работать И, скажем, вот, некоторые люди просто подрабатывают так в течение лета То есть, они работают И, по сути себе, на год зарабатывают там какие-то деньги Чтобы потом, получаясь, не тратить своих сил и энергии на работу Вот, по окончании на данный момент После бакалавра и магистра вы не получаете никакой визы Если вы закончили аспирантуру Вам дают визу на год И, по этой визе, вы можете работать на любого работодателя Вам не требуется Но надо найти такого, который потом сможет пригласить, да? Ну, по сути, да Вы такой свободный художник Вы выбираете, идете к кому-то И, конечно, нужно смотреть на перспективу Если вы хотите в Англии дальше работать И идти туда, где, если вы хорошо себя покажете То вас могут оформить То есть, в этом смысле, маленькая фирма не подходит Потому что маленькой фирме, скорее всего, не дадут оформить себе работника То есть, нужно идти в какую-то крупную корпорацию Которая есть вес И которая, вот, пользуется каким-то авторитетом у этих миграционных служб После PHD, наверное, часто в университеты, да, идут? Нет, большинство людей идут, конечно же, в реальный сектор Да? Потому что, да, в университетах зарплаты меньше Вот, люди идут... В Англии все идут работать в Лондон В лондонский сити Потому что там, да, большие зарплаты Вот Может, поделишься своей историей? Расскажешь, у тебя немножко она другая, да? Ты через Ирландию, я правильно понимаю, учился в Ирландии Ну... И получил работу в Англии? Да, но, скажем, это не имеет никакой роли Отучился бы я в Ирландии или в какой-то другой стране А, то есть, потому что... Я получил работу в Англии И Оксфордский университет оформил мне визу И я приехал работать на Оксфордский университет Вот То есть, все-таки реально, да, приехать по работе И неважно, откуда у тебя образование, да? Просто вот надо себя так попадать, чтобы тебе захотели сделать оборвать эту визу Да А вот что с таким вот... Есть доказатель, да, в Европе, по крайней мере Я знаю, что работодателю перед тем, как выдать тебе рабочую визу Нужно доказывать, что во всем Евросоюзе Не найдется человека, который заменит тебя по знанию Да, это касается некоторых специальностей То есть, смотрите, вообще говоря, они в любом случае должны доказывать, что не нашли подходящего работника из Евросоюза Ну вот это чисто формальности? Это формальная процедура, то есть, обычно это делается так, что заявка объявляется где-то в интернете или там на каких-то ресурсах В течение месяца проходит открытый конкурс И потом проводит собеседование, и вот это собеседование является неким доказательством, что вот мы искали, и вот этот кандидат был единственным подходящим То есть, в общем, да, это работает, и так все делают Да, просто меня всегда так пугало доказать, что я всем Евросоюзе Не-не, с вашей стороны ничего не требуется Я говорю, в этом смысле вопрос исключительно вашим работодателям Если у него есть вес, то есть, если это какой-то, не знаю, крутой университет или какая-то большая сильная фирма Они просто говорят, лучше специалиста мы могли найти среди европейцев И никто ничего не будет проверять То есть, с ними как бы все хорошо работает, все отлажно Если это будет какая-то, не знаю, маленькая фирма или там кафешка или там Ну, то есть, какой-то маленький бизнес, скорее всего, может быть отказ И вот сколько ты получаешь рабочую визу? Сколько надо проработать, чтобы дали... что там значит? Ну, обычная процедура такая Вот эта рабочая виза Tier 2, она дается на, там, время вашего контракта Соответственно, вот вы работаете, там, к окончанию вы его либо продлеваете, либо в другом месте находите У меня получилось так, что я в Оксфорде перешел на другой проект То есть, я как бы вот так дальше там остался работать Потом, когда проходит 5 лет, вы имеете право получить так называемый indefinitely to remain Это своего рода резиденство, но не совсем, потому что, если вы в течение двух лет отсутствуете в стране, вас его изымают Вот, вы его полностью теряете, поэтому... ну, то есть, это такая виза бессрочная Ну, как Green Card, вроде бы Да-да-да, что-то в этом роде А паспорт через сколько? А паспорт можно получить через еще год, после того, как вы получили вот этот вот Ее ртуал indefinitely to remain Вот, еще год, и вы можете подавать уже... Сначала вы подаете на гражданство, эта процедура длится, там, 3 месяца-полгода А уже получив его, вы можете подавать на паспорт Окей, ну все, мне все понятно, меня тоже еще обнадеживает, что люди все еще переезжают Что я сегодня взяла русскую газету, там на каждой странице объявления Получите вид на жизнь в Англии и так далее То есть, все-таки механизм еще работает и не все потеряно Нет, на самом деле, гайки сейчас закручивают Вот, это прям видно каждый месяц Они вводят вот, и вот, например, я сейчас озвучил Indefinite leave to remain, да, вот это резиденция получилась Например, вот только сейчас, вот с этой весны Они ввели очень сильные требования Они говорят, что вы можете получить indefinite leave to remain Если ваша годовая зарплата не меньше 35 тысяч фунтов в год Вот, это для Англии это хорошая зарплата Вот, если она меньше, вам его не дают И вся штука в том, что вот этот вот виза tier 2 рабочая Вы ее имеете получать только в течение 6 лет Через 6 лет, если вы не получили ERL, то вас выгоняют И получается, что вот они буквально вот только сейчас ввели Вот такой механизм, который всех не сильно высокооплачиваемых работников Выпинул этой страны Вот, но есть исключения Если вы закончили аспирантуру, то на вас это требование получать больше 35 не распространяется Но, если честно, если вы закончили аспирантуру, то вряд ли вы будете получать меньше Ну, по крайней мере, аспирантуру в технических науках Короче, понятно, аспирантура, потом рабочая виза, ERL и паспорт Если есть такое желание Да, ну если, ну, я думаю, что видео посмотреть те, у кого есть такое желание Да, не просто такие, что там по иммиграции в Англии Вот, спасибо большое тебе Очень полезно такой, знаешь, краткий обзор иммиграционной политики Англии по рабочим визам И не за что Все, ребята, вам спасибо за внимание Подписывайтесь на наши каналы Все ссылочки будут внизу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!